Если на этот случай, допустим, сомнения в правдивости документов и так далее, что если расписано инструкциями внутренними, кто именно должен, они ничего не могли ответить. Они сказали, что отправник привезет своего эксперта. И тут такая возникла непонятность. А вы сейчас говорите в принципе резонные вещи, что это вы заказываете эксперта. Они говорили, что это правильно. Може, митница, митница, заказывают эксперта. Есть разные. Конкретно кулесу есть Закарпатская торговая промышлая палата. У них есть фаховцы. И обращались туда вы. Я даже сегодня звонил. Там нет этого. Начальника нет. Я там записывал на столе. Он сказал, что у вас бурги. Мы вам не направим. Написали. Тем более 22 вагона. Это где-то около 40 тысяч. Таких денег нет. Таких же вариантов есть отправник. Есть ЕС. До них вернулись. Вы можете залучить. Эксперт. Это не то, что тот же отправник свого везет. Он не свой. Он с той же промышлой промышлой. Просто за его деньги. Но за его деньги. Он тоже заинтересован. Потому что он показывает, что у него все честно. Тут немного колизия возникает. Получается государство должно быть больше заинтересовано. Вы думаете, что у нас финансовый тупик. Что нужно делать? Он стоит. Третий день. Мы не можем ее разрулить. Нема денег. Это блокирование. Это козначительство. Я вам рассказываю. Что нужно делать? В СБУ нема эксперта. В податковой нема эксперта. В прокуратуре нема. Это же я не с карманом. Чтобы было все законно. Они дают такий. А. Підпис. Дата. Он напишет, что там дрова. Ставить печаль. Мы выпускаем. И он пишет, что это. Мы пишем протокол. Выключаем. Идем в суд. Они же могут еще одного эксперта. Мы его решили. Они из Киева привезли эксперта. Саммит правильник. Он зацикал. Он умеет указать. То есть мы пошли еще по этому шляху. Но на данный момент. Пів часа назад. Сказали, что ТПП тоже не дает им. И им не дает. Не нам не дает, а не им не дает. Я так понимаю, что сейчас эксперты. Сейчас я перезвоню. Буду экспертом. Что же не будем? Ну вот опять будем стоять. Интересно. У меня складывается впечатление, что такая ситуация создана сознательно. Ну не вами, конечно. То есть специально поставлены службы, соответствующие в такие условия. Чтобы в крайнем случае отправить за свой кошт. А это сразу интерес его в этом. В том числе проплатить нужные решения. А знаете, если я вам так просто скажу свои выводы. Что если придет эксперт, пускай даже стоит палатой. Который даже рискнет сделать заключение, что там все нормально. И состав благодаря этому решению уйдет. Потом в конце не сведешь. Состав ушел. Лес там уже. За границей. А потом... Это одно дело, когда это по стране. Из конца в конец. Где-то хлопнули. Эксперт наврал. Состав пошел дальше. Не поздно никогда отправить туда командировать какого-то человека. И сопоставить фактаж. Тут получается состав если уйдет благодаря заинтересованному решению. Нету. Мы сейчас можем догадываться хоть какое-нибудь заинтересованное, заинтересованное. Это не с улицы человек должен был быть. Его на данном вообще его нету. То есть мы сейчас это беспредметно... Просто...